Добрый вечер. О событиях в крае и его столице вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши новости. И мы, ее ведущая Евгения Даровская. И Василий Морозов. Смотрите сегодня в программе. Успел спасти больного. Что стало причиной гибели на рабочем месте врача скорой помощи в Барнауле? Дал бой в Гамбурге. Алтайский гиревик первый в мире. Щида каша. ФАС России начала проверки на предмет гречневого сговора. Успел спасти больного, а потом умер от остановки сердца. В Барнауле прямо во время рабочей смены скончался 58-летний врач скорой помощи Михаил Панченко. За год это уже второй подобный случай. В середине марта в машине скорой помощи умер фельдшер, ездивший на вызове один без напарника. Его коллеги тогда объяснили, что нагрузка на них слишком большая, бригада укомплектована не полностью, медики вынуждены работать без перерывов, поэтому часто переутомляются и даже падают в обмороки. Выяснилось, что врач Михаил Панченко также работал без напарника. По словам заведующего подстанции, кадровой проблемы в системе неотложки сейчас нет. А бригада оказалась некомплектованной, цитируем, по случайному стечению обстоятельств. Вот в этот день у меня была докторная больничная, вечер, с которой с ним запланировано, была не больничная. Мы только что прошли медосмотр, прошли всех специалистов. Допуск к работе у него все есть, по состоянию он здоров. Но вы поймите, инфаркт миокарта может быть не только у врача. Вот моя работница недавно умер, 50 лет не брал. Я поднял мешок картошки, но этот поднял больного. Но от смерти ни виния я, никто не застрахован. В крае здравия тоже не нашли связи между переутомлением врача на работе и высокой нагрузкой на медиков. Хотя по данным службы занятости на сегодня остаются свободными около 60 вакансий медицинских работников скорой помощи, чиновники отрицают, что врачи вынуждены трудиться сверхурочно. Бригады, то, что у них такой интенсивный график работы, это исключительно желание самих медицинских работников, потому что принудительно врача работать там сутки, через сутки никто, и фельдшера точно так же никто не заставляет. То есть это исключительно их желание. Они хотят там подработать перед праздниками, может быть, перед отпусками и так далее. Просто, может быть, Алтайский край в очень выгодной ситуации перед соседними регионами, где выше тарифы за скорую помощь. В Славгороде расследует громкое уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка. В конце сентября местная жительница родила здорового малыша, беременность проходила без патологий. Это подтверждают медицинские документы. Однако спустя некоторое время после родов состояние ребенка резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. Меньше чем через сутки младенец умер. Краевоследственный комитет провел доследственную проверку, по результатам которой возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и лица виновных в смерти ребенка. В ближайшее время будет решаться вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы для выяснения обстоятельств случившегося и лиц виновных в совершении преступления. Здание торгового центра «Огни» заминировано. Такое сообщение сегодня поступило в полицию Барнаула. На место происшествия немедленно прибыли все службы экстренного реагирования. Продавцов и покупателей срочно эвакуировали из здания. На выяснение обстоятельства правоохранителей ушло несколько минут. В отделе спортивных товаров обнаружили пустую коробку с надписью «Бомба». Оказалось, она попала туда по распоряжению директора торгового центра, который таким образом решил проверить качество работы охраны магазина. Правоохранители провели с руководителем «Огни» разъяснительную беседу. И удивительно, что наказание ему не грозит, поскольку ни он сам, ни охрана не вызывали полицию. Правительство пока не видит необходимости использовать запасы гречки из Росрезерва для стабилизации ситуации на рынке крупы. Такое предложение действительно рассматривалось, но решение по этому вопросу не принято, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича. Ну а между тем, антимонопольная служба России начала в регионах проверку. На предмет сговора, который провоцирует ажиоттажный спрос на гречку. Скажите, я слышал, что вчера гречка была по человеческой цене. Все уже, все разобрали. А будет она еще куда-нибудь? Я думаю, что да. Примерно такие диалоги возникали у нашего специального корреспондента, когда он, включив видеокамеру на своем мобильнике, отправился в турне по магазинам в поисках гречки. В одном из них вожделенной крупы не оказалось вовсе. В двух других исчезли ее бюджетные варианты, а цены на гречку премиум-класса кусались. Нет, почему? Ее вот привозили, но ее очень быстро разобрали. По данным статистики, цены на гречку средней по России за неделю выросли на 27,5%. В Воронежской области на 16%, в Липецкой на 22%, в Краснодарском крае на 12%, в Архангельской области на 30%. Новосибирская область с ростом в 27% обогнала Алтайский край. В некоторых регионах, типа Инкушетии, стоимость гречки взлетела на 50-80%, но и дорогую не найти сметают с прилавков. Вслед за гречкой начали дорожать рис и пшено. Правительство, правда, опровергло информацию о том, что придется распечатать и вбросить на рынок резервный запас золотой крупы. А губернаторы призвали население не поддаваться панике. Что, с ума, что ли, сошли? Да это я гречки навалом. Торгаши же народ мудрый. Она на складах лежит. Решили, давайте сначала продадим дорогую, а потом вытащим оставшуюся. А народ, если пустил слух, все бегут и берут мешками. Руководитель Алтайского края в интервью новостному каналу также отметил, что скачок цен на гречневую крупу не имеет под собой серьезных причин. Но сговор ритейлеров требует доказательств. Мы сегодня создали такой запас сырья, который позволит стабильно работать нашей крупиной промышленности и снабжать торговлю. И, соответственно, потребители этой значимой и полезной культурой. Необходимый запас сырья сформирован, неубранный урожай уложен в волки и находится под снегом. Эта культура перезимует в волках и дождется весеннего обмолота. Это подтверждает и в Главном управлении сельского хозяйства края. Сейчас под снегом остаются 200 тысяч гектаров гречихи, а также 200 тысяч гектаров пшеницы. Кстати, на фоне неурожая и роста цен на пшеницу твердых сортов может взлететь еще и стоимость макарон. Жалобы населения на чрезмерно завышенные гречневые цены в регионах дали толчок для начала проверки управления Федеральной антимонопольной службой. Между тем, по последним данным, управление ФАС по Алтайскому краю, промониторив с десяток фирм, никакого ценового сговора между производителями и продавцами гречки не выявило. Получается, цена просто выросла сама собой. И все тут. Михаил Ширин, Алексей Фризин и Артемий Панченко. Наши новости. Документы алтайских аграриев, претендующих на государственную поддержку в связи с ЧАЭС, третью неделю проверяют в Министерстве сельского хозяйства. Напомним, предварительный ущерб от потери урожая оценивается в полтора миллиарда рублей. В Чарежском районе убытки терпят пять фермерских хозяйств. По отчетам районного управления сельского хозяйства под снегом здесь остается почти 2000 гектаров неубранной яровой пшеницы, а также гречихи, от которой местные фермеры получают основной доход. Такая вынужденная зимовка сельхозкультур, по словам специалистов, может привести к нехватке кормов в районе. Общая сумма ущерба чарежских аграриев сегодня составляет свыше 6 миллионов рублей. Мы находимся очень далеко. Соответственно, горючка до нас доходит очень дорогая. Руководители этих предприятий надеются на государственную поддержку, на возмещение понесенного ущерба, чтобы покрыли хотя бы ГСМ, покрыли затраты на выплату заработной платы работникам. В Новолтайске построили и сдают в эксплуатацию жилой комплекс «Облака». Первые жильцы уже получают ключи от новых квартир. Позволить себе жить на седьмом небе может каждый. «Облака» – это не просто элитное жилье, но и современная инфраструктура по земным доступным ценам. Все квартиры в этом комплексе уже нашли своих владельцев. Но те, кто не смог приобрести здесь квадратные метры, могут не волноваться. Этой весной началась реализация нового жилого комплекса «Демидов парк». «Демидов парк» – это жилье массового доступного класса. И наших клиентов больше всего интересует именно вот этот эконом-класс. Что касается эконом-класса, это только доступная цена. В остальном «Демидов парк» – элитный комплекс. 30 гектаров земли, где будут построены детский сад, торговые центры, спортзал, школа и даже свой собственный парк отдыха. Но главное – позволить себе такое жилье может каждый. Комплекс «Граничеслава Алтайском» находится в 15 минутах от Барнаула. Удобная логистика и отсутствие пробок на дорогах – еще одно немаловажное преимущество для будущих жильцов. Для удобства клиентов застройщики заключают соглашение с Союзом риэлторов Барнаула и Алтайского края. Спасибо большое ГК «Партнер» за такое предложение. Мы обязательно его рассмотрим и думаем, что мы подпишем в ближайшее время соглашение о взаимодействии. «Демидов парк» – крупнейший строительный объект в нашем регионе за последнее десятилетие. Здесь будет возведено 15 домов на 5000 квартир. Сейчас одновременно возводятся два дома. Все работы идут по строгому графику. Известные врачи, представители крупнейших фармацевтических фирм, ученые приедут в Барнаул на этой неделе. 27 ноября в краевой столице пройдет масштабный медико-фармацевтический форум. Среди его участников – депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. В Большом конференц-зале краево-клинической больницы эксперты обсудят вопросы организации лекарственного обеспечения, развития производства инновационных препаратов, механизм импортозамещения. Также участники мероприятия смогут увидеть экспозицию фармпродукции и медицинского оборудования, которое выпускают алтайские производители. К берегам Аби причалил знаменитый «Наутилус». Речь, конечно, идет не о подводном корабле, а музыкальном коллективе «Наутилус-Помпилиус». Капитан непотопляемого – бессменный Вячеслав Бутусов. Повод для сборов – 30 лет с момента создания советской музыкальной легенды. В Барнауле скованные, как одной цепью, рокеры отыграли единственный концерт. Спасибо, добрый вечер, да здравствует славный город Барнаул, ура! 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 Юбилейный репертуар предсказуем, только лучшее за все годы плавания по волнам звука. С первых аккордов музыканты вместе со слушателями погрузились в дискографию «Наутилуса». Всплыли только спустя полтора часа. Рулевой Бутусов и компания исполнили ударные суперхиты. Пожалуй, теплее всего зала он был заполнен. До отказа встретил Шлягер и прощальное письмо, а также «Я хочу быть с собой». И все же некоторые зрители ушли с концерта разочарованными. Якобы один из лидеров свердловского рока собрал команду не из музыкантов «Наутилуса», а сделал подмену, отправился в тур вместе со своим ныне действующим бэндом «Юпитер». Впрочем, по словам многих музыкальных критиков, никто и не обещал аутентичный состав. 30 лет – это лишь повод еще раз вспомнить о красивой и звучной легенде под названием «Наутилус Помпириус». Дилерский центр «Автомагистраль» показал барнаульцам обновленный УАЗ «Патриот». Мощный, надежный и безопасный. УАЗ «Патриот» 2015 модельного года, как и его предшественники, может смело претендовать на звание лучшего российского джипа. Обновленный внешне и внутренне. Теперь он может покорять не только сложный бездорожный рельеф, но и гармонично вписываться в городской пейзаж. «Ульяновский автомобильный завод и компания «Сольдер» сделали этот автомобиль, сохранив его все преимущества и качество внедорожника, оставили тот сегмент людей, который был, и попытались добавить городского покупателя». Дизайн «Патриота» модернизировали в соответствии с последними трендами. Особенно заметна новая современная мультимедийная система с камерой заднего вида и навигационной системой «Навител». Фары получили светодиодные ходовые огни, складывающиеся зеркала теперь оборудованы светодиодными повторителями. Посвежел и салон. Покупка новинки не ударит по бюджету, ведь приобрести «Патриот» можно со скидкой до 120 тысяч рублей. Протестировать и купить обновленный «УАЗ «Патриот»» барнаульцы и жители края могут в дилерском центре «Автомагистраль». Время новостей спорта. Сегодня их предостаточно. Наш гиревик стал сильнейшим на планете. Хоккеисты, вспомнив, как побеждать, снова забыли. А у боксеров закончился престижный турнир в Барнаульском юридическом институте. Алтайский силач Константин Баев стал чемпионом мира среди гиревиков до 22 лет. На первенстве планеты в Гамбурге он установил несколько рекордов. В весовой категории до 73 килограммов поднял прежний рекорд России и мира в рывке 32-килограммовой гири со 154 подъемов до 178. А в сумме двоеборья со 184 до 213. Баев превысил норматив мастера спорта международного класса. Закончен боксерский турнир памяти трех павших сотрудников Алтайского управления ФСБ России. Вашему вниманию фрагменты некоторых финальных поединков. Больше всего победителей Уздюшор Алтайский ринг пятеро, ведь эта краевая школа бокса находится в нескольких городах края. Не мудрено, оттуда один, оттуда. Барнаульская спортшкола «Победа» завоевала три золотых здесь, две у клуба «Гонг» и так далее. Между раундами, как всегда, объявляют, сколько кто провел боев за карьеру. 60, 160, а этот парень, удивитесь, всего пять, а уже два турнира выиграл. Заслуженно размахивает наградами и светит синяками. Пришел с армии, я пришел в зал бокса, начал заниматься усердно, упорно. Я выступил на городе, там одержал две победы нокаутом, занял первое место. После чего, в ноябре, я приехал сюда, ну, конечно, с целью, чтобы выиграть. Чемпион страны по бильярду Барнаулец Дмитрий Староженко выиграл, разумеется, и этап домашнего чемпионата края. В финале нанес поражение 2-0 Михаилу Цареву. Третье место поделили Орлов и Новак. Это было принято в бильярде Троеборье до двух поражений. Староженко сегодня отправился в Ханты-Мансийск на чемпионат мира. Говорит, силы вдохновения теперь немерено. Сейчас очень активная игра, очень агрессивная. Игра ведется практически до одной ошибки. То есть ты раз мимо отдал, все, ты проиграл партию. В основном сейчас так происходит игра. То есть нужно играть без ошибок. Это большая удача, если ты получил какой-то шанс в партии после своего промаха. Юрий Борлис, Алексей Фризин. Наши новости. Это все, о чем мы успели рассказать вам. Напоминаем телефон редакции в Барнауле 659-129. В студии работали Евгения Даровская и Василий Морозов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин